Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Мы продолжаем вести трек, посвященным презентациям, и сегодня одна из тех тем, которые я очень долго ждала. Это моя любимая тема о том, как научить других делать хорошие презентации. То, что я делаю сама, это только часть моей работы. Основная моя задача, конечно, учить, показывать и разрабатывать упражнения, которые помогут другим людям, не только научиться самим, но и передать свой опыт кому-то другому. И сразу я объясню, что тот принцип, на котором я строю все свои практические упражнения, это обучение через опыт, learning by doing. Это, в принципе, основа деятельности нашей лаборатории Сила Медиа. И всегда, когда мы берем новых учеников, когда мы обучаем преподавателей, когда мы разговариваем с подростками и со студентами, мы всегда стараемся применить именно этот принцип. Сначала мы что-то делаем, и только потом мы начинаем разбираться в теоретических каких-то основах, даем какую-то обратную связь. Но в основе всего, в начале всего всегда лежит опыт. И сегодня на вебинаре я покажу вам три учебные задачи и те упражнения, которые применяю сама при обучении. Я не только поделюсь с вами опытом, который вы затем сможете забрать для своих учеников, но и надеюсь, что вы в чате тоже будете активны и подарите уже мне какие-то интересные идеи и примеры упражнений. Итак, обучение через опыт. Как это выглядит на практике? Сначала мы предлагаем, еще ничего не объясняя, еще не сосредотачиваясь на каких-то теоретических моментах, мы предлагаем выполнить некоторое практическое упражнение. То есть прямо конкретно сделать, написать, нарисовать, выложить, создать. То есть что-то, что мы называем через глагол действия. После первой попытки мы смотрим на результаты. Может, учитель смотрит на результаты учеников, могут ученики показать результаты друг другу. Обсуждаем их и в процессе этого обсуждения объясняем какие-то теоретические моменты, нюансы, то, на что стоит обратить внимание. После этого, обогатившись теоретическим опытом, ученики повторяют то же самое упражнение, но поскольку у них теперь есть новые знания, они ищут ответ по-другому, они по-другому выполняют вот эту вот практику. После чего мы предлагаем им самостоятельную работу, но это не просто какая-то абстрактная, оторванная самостоятельная работа, а это решение их собственных задач. То есть некий пример, повтор примера, а затем ученики решают собственную задачу. Например, готовят презентацию уже для их выступления на конференции или готовят презентацию для грантового конкурса, презентацию для того вебинара, который они будут вести самостоятельно. После выполнения самостоятельной работы даем обратную связь. Комментируем, поддерживаем, помогаем, объясняем. Вот так, в принципе, строится то обучение, адекватно, которого я являюсь, обучение через опыт. И для того, чтобы на ваших занятиях попробовать воспроизвести нашу модель обучения, вам потребуется в первую очередь собрать реальные примеры. Не какие-то абстрактные модели, а вот то максимально бытовое, максимально приближенное к вашим ученикам. Если это студенты, которые уже задумываются о поиске работы или совмещении работы и учебы, пусть это будут примеры взятые из реального банка вакансий, из реальных резюме. Если это школьники, которых ждет, предположим, через некоторое время поступление, или олимпиады, или выступление на конференции, возьмите примеры, реальные примеры из этой же сферы. Не называя реальных людей, не называя настоящих мест, но, тем не менее, это вот где-то уже даже на подсоединительном уровне чувствуется, когда нам приводят учебный абстрактный пример, и когда нам показывают какие-то примеры реальные. Все упражнения, которые я предлагаю, построены на иллюстративном наглядном материале, то есть в любом случае, либо много каких-то цифровых рисунков, изображений, слайдов, либо, как я люблю, это распечатаны карточки, листы, рабочие шаблоны, тетради, то, что можно потрогать, и через вот киноэстетику, через тактильные ощущения еще лучше запомнить то, о чем говорит преподаватель. И не стоит забывать о том, что упражнения должны быть разнообразные. Один и тот же навык мы отрабатываем в связке максимально разных упражнений. Не стоит думать, что если вы будете давать одно и то же упражнение, но повторить его 10 раз, 15 раз, то ученики чему-то научатся. Но если вы дадите 5 разных упражнений, которые работают на один навык, то вероятность передать свои знания будет намного и намного выше. То, что я показываю, то, что я рассказываю, тот свой личный опыт, которым я с вами сегодня делюсь, это не только моя практика как преподавателя курса по созданию учебных презентаций на платформе Директ Академии, не только как автора вебинаров, но и как методиста и одного из авторов методического комплекта «Сделана Медиабокс», где одна из тем, прям так и посвящена отдельно вопросам презентации, самопрезентации и подготовки к публичным выступлениям. Поэтому все фотопримеры, которые вы увидите, все вот какие-то идеи, это все оттуда. Итак, первая учебная задача, которую мы сегодня будем решать. Мы будем учить работать над структурой презентации. Для чего это нужно? Почему нельзя вот так вот сразу взять, открыть PowerPoint? Я же знаю, о чем я буду говорить. Мне совершенно несложно сейчас набросать несколько слайдов. И в принципе, я же могу ожидать от учеников примерно такого же. Мы откроем программу, откроем ту же самую конкурс и будем постепенно слайд за слайдом придумывать нашу презентацию. К сожалению, это так не работает. И прежде чем переходить к любой программе, нужно сначала поработать со структурой. Мы в Сила Медиа называем это методом раскадровок. Ведь любой режиссер, прежде чем снимать фильм, он сначала берет сценарий и готовит по нему раскадровку. И уже раскадровка является основным документом, с помощью которого он ставит задачи команде и актерам. Точно так же мультимедийный журналист. Он не берет ручку, листочек или не открывает ворк, не начинает писать статью. Он сначала продумывает, какие мультимедийные форматы он будет использовать. На какой платформе он будет публиковаться, где будут использованы соцсети для тизеров, для рекламы, а где будут использованы какие-то нативные форматы платформы. Он тоже делает мультимедийную раскадровку. И мы с вами при подготовке к презентации аналогично работаем с ее структурой и составляем своеобразную раскадровку. Нужно продумать, что именно мы будем говорить. В каком порядке? Потому что содержание может быть примерно одно и то же, но порядок может кардинально поменять результат, цель вашей презентации. И, конечно, нужно продумать, чего именно мы собираемся добиться от слушателей. Будут ли они просто слушать, будут ли они комментировать, отвечать, будут ли они выполнять какие-то упражнения или унесут что-то полезное с собой. Вы можете написать в чате, какие у вас есть идеи, каким именно упражнением можно этот навык развить. Я покажу свой вариант. Я прошу прощения, если у них посторонние звуки. Соседи сверлят строго по четвергам. Для выполнения этого упражнения вам потребуются карточки. Неважно, будут они реальные, физические или будут это цифровые копии карточек. Нужно приготовить от 9 до 15. Вот видите, даже я потерялась. Если соседи сверлят, значит четверг, а сегодня среда. Вот 9 до 15 карточек, каждая из которых – это определенный кусочек, модуль презентации. Мы просим учеников выбрать из них наиболее подходящие и разложить в том порядке, в котором они войдут в презентацию. То есть на практике выглядит довольно просто. У нас есть комплект кусочков текста. Нужно выбрать те, которые подходят, и составить из них вот такой своеобразный рассказ. На практике мы отрабатываем сразу навык анализа, сравнения информации, навык коллекционирования и структурирования, навык старитейлинга и выстраивания логики рассказа. То есть это реально очень и очень большой комплекс навыков. И на практике это упражнение может выглядеть следующим образом. Я рекомендую в этом упражнении давать ученикам от 9 до 15 карточек. Больше уже будет тяжело, будет замедлять время выполнения упражнения. Время выполнения упражнения. Если карточек будет меньше, то упражнение станет заметно легче. Итак, набор карточек, и вот рассказ, в моем случае нужно выбрать 5 карточек, и составить рассказ о человеке. Между прочим, рассказ о человеке – это всегда более простой вариант, особенно если это какой-то известный человек, чем рассказ о какой-то учебной теме, о каком-то учебном понятии. Вот оба человека нам говорить всегда легче, потому что мы это чаще делаем в реальной жизни. Просто рассказывая сегодня, я познакомился вот с Василием Васильевичем, он такой-такой-такой. И поэтому лучше всего начинать это упражнение именно с рассказа о каком-то конкретном человеке. Так, что происходит, когда мы это упражнение выполняем? Как можно его видоизменить? Вот тот вариант, который я показала, 9-15 карточек, из них мы выбираем часть и выкладываем в рассказ, в будущую структуру презентации. Если мы изменим количество карточек, уменьшим, то упражнение будет проще. Если мы количество карточек увеличим, то оно будет сложнее. Таким образом можно регулировать сложные задачи. Упражнение поменяется, если вы напишете не полный текст, а тезисы. То есть тот же будет восприниматься по-разному. Одно дело прочитать карточку с большим объемом текста, проанализировать, понять, о чем она, и понять, какое место должно занимать презентации. Другое дело сделать это, если на карточке написано краткий, легкий и понятный тезис. Можно делать не текст, а превью слайдов. В этом случае будет идти раскадровка уже не только структурная, но и раскадровка сразу визуальная. Понимание о том, какие макеты слайдов нужно для того или иного случая использовать. Можно попробовать выдать 9 карточек с текстами, 9 карточек с картинками-ассоциациями, с чем-то вот таким вот нейтральным, может быть, с чем-то веселым. И попросить не только выложить структуру, но и сразу подобрать более-менее подходящие ассоциации. Тут мы тоже уже задействуем другое именно мышление. Я убежала от них в другую комнату, но они следуют за мной. Я прошу прощения у всех, кто смотрит вебинар сейчас или будет смотреть его в занятосе. Можно попробовать на части карточек написать один и тот же смысл, но сформулировать его по-разному. В этом случае будет акцент как раз на анализ информации, почему именно эта формулировка будет звучать лучше, почему мне нравится именно вот такой подход к высказыванию этой мысли. И тоже вот такое небольшое изменение может полностью поменять смысл упражнения. И даже если вы будете его выполнять 10 раз подряд, внося вот те или иные изменения, упражнение будет оставаться по-прежнему эффективным. А теперь внимание, что именно должно быть написано на карточках. Это вот как раз то, что практическим путем было пощупано, изучено, и сейчас мы нашли правильный ответ на этот вопрос. Вот то, как вы сейчас видите на экране, вот эти вот бейджи, это то обычно, как нам говорят, а давайте вы сделаете презентацию, там должна быть, значит, актуальность темы, должен быть тезис, должно быть там отстройка от конкурентов, что вы умеете того, что не умеют они. И в конце, пожалуйста, сделайте слайд со своими контактами, надписью «Спасибо за внимание» или там «Благодарим за внимание», или «Сейчас я отвечу на ваши вопросы». То есть это та структура, которая обычно просит нас сделать презентацию. Работать с этой структурой в раскадровке просто-напросто невозможно. Эти вот слова, эти выражения написанные, они абсолютно абстрактны, они ни о чем не говорят, и полноценная структура из них не сложится. Поэтому лучше попробовать написать на слайде вот так вот, тезисами. С тезисами работать проще, а тезисов у нас уже идет понимание, о чем именно мы будем говорить. Это хорошо в том случае, если вы знаете тему. Вот когда мы на курсе про основу учебной презентации работаем со структурой, мы работаем именно с тезисами, потому что дай мне сейчас в руки любую из этих карточек, и я минут 10-15 смогу вот именно по этому тезису рассказывать, разворачивать свою мысль легко, потому что тему я знаю. Но если тему человек не знает, если это у нас вот такое именно практическое учебное упражнение, то карточки нужно делать вот такие, с небольшим абзацем текста. Причем где-то будет цитата, где-то будут цифры, где-то будут факты, где-то будут мнения, где-то будут вот такие художественные кусочки рассказа. То есть максимально разнообразные и с довольно большим объемом текста. Как раз для того, чтобы человек, который с этой темой плотно не работает, смог вникнуть, понять и лучше выстроить рассказ. По таких карточкам, в принципе, можно свое выступление полностью зачитывать, немножко добавляя, разбавляя его собственными мыслями. То есть то, как мы говорим, для выступления нельзя читать то, что написано на слайде. Когда мы выступаем, нельзя читать по бумажке. Вот в этом практическом упражнении оно не работает. В этом практическом упражнении лучше, наоборот, давать полный текст. В чате пишут, что лучше на карточках давать превью. Превью – это другой вариант этого упражнения, да, потому что в этом случае у нас работает еще и визуальная составляющая. И посмотрите, у нас вообще, в принципе, ученики в первую очередь смотрят на картинки. И когда вы даете на слайдах превью, они в первую очередь смотрят, о, вроде бы красиво, вроде бы интересно, и меньше вникают в текст. Поэтому я бы это сделала немного попозже. Сначала вот только с текстом дала поработать, а потом сделала бы варианты с превью, чтобы все-таки вот ученики и читали в том числе. Как я говорила, да, мы делаем упражнение, объясняем теорию и просим выполнить это упражнение еще раз. Например, после выполнения первого упражнения мы посмотрели, да, вот эти вот презентации, вот эти рассказы и сказали, в принципе, они все довольно одинаково, они интересны и очень быстро выбиваются из памяти. А почему? Потому что вы, дорогие мои ученики, не подумали про аудиторию, про тех людей, кому вы будете рассказывать. Я объясняю, как выбрать фокус презентации, объясняю, как расставить эмоциональные крючки, как по семи параметрам проанализировать вашу аудиторию, чтобы лучше представлять тех людей, с которыми вы так будете общаться. И после этого я прошу выполнить еще раз это же самое упражнение, только теперь, как вы видите на фотографии, появились еще две карточки, это презентовать себя работодателю, как взрослого и ответственного человека. И мы из тех же 15 карточек выбираем только те, которые бьют на конкретную цель, которые работают конкретно, например, при собеседовании с работодателем. И когда у учеников есть вот эта вот опора на аудиторию, они совершенно по-другому выбирают карточки и совершенно по-другому выстраивают структуру презентации. Вот таким вот образом, выдавая какой-то теоретический материал и показывая другой подход к решению задачи, таким образом мы тренируем навык работы со структурой, работы с раскадровкой презентации. Еще раз, как это может выглядеть на реальном уровне, на реальном занятии. Комплект карточек, выбираем из них несколько, составляем структуру презентации, рассказываем, как важно знать свою аудиторию, и повторяем упражнение теперь каждому из участников, каждому из учеников, раздав свое какое-то описание аудитории. После этого четвертый пункт – это самостоятельная работа. То есть мы переходим к собственным учебным задачам. Говорим теперь для своей презентации, напишите эти 15 карточек, например, расскажите о себе или расскажите о своей команде. Напишите 15 фактов, а затем посовещайтесь, выберите из них 9 и выстроите в определенном порядке. И затем работа учителя, работа преподавателя – это обратная связь, помощь, комментарии и какие-то подсказки. Мы с вами проговорили про учебную задачу работа над структурой презентации. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в чате, я обязательно на них отвечу. Если есть какие-то свои идеи по тому, как тренировать этот навык, я буду рада их, конечно же, услышать. Следующая задача, с которой мы будем работать, вот то следующее, что мы будем развивать у наших школьников или у наших студентов, или у наших взрослых людей, на них тоже вполне работают эти подходы, это насмотренность. Про насмотренность уже был один из предыдущих вебинаров, если есть интерес, вы можете посмотреть его на YouTube-канале Директ Академии. Насмотренность – это ваш визуальный опыт. Чем больше вы видите примеров, чем четче, по более понятным критериям вы отличаете удачные слайды от неудачных, тем проще вам в своей презентации применить вот этот вот подход и сделать слайды выразительными, понятными и эффективными. У наших учеников, как правило, такого опыта либо еще нет, либо у них нет необходимости развивать в себе насмотренность. Предположим, они делают вторую презентацию в своей жизни и говорят, а зачем, в принципе, нам нужен этот навык, мы сейчас выступим, мы сейчас покажем и до следующего года про это все забудем. И задача – объяснить, рассказать, показать и предложить некоторые упражнения для отработки. Светлана спрашивает, где можно взять такие карточки. Те карточки на фотографии, которые я показывала, это часть методического комплекта, сделанная на MediaBook, часть одного из наших тренингов. Вы можете подобные карточки изготовить самостоятельно. Их не обязательно даже распечатывать в типографии, вы можете их сделать цифровыми. Я, например, подгружаю карточки на доску МИРО, завожу учеников и прошу вот с этими карточками работать в цифровом виде. Подумайте, что вы можете сделать по своей теме, но максимально приближенной к реальной жизни, чтобы это было максимально конкретно и ученики видели, что это пример реальный, а не абстрактный. Возвращаемся к нашей насмотренности. Для чего она нужна? Почему мы предлагаем ученикам эти упражнения? Как мы объясняем, почему мы отрабатываем навык? Потому что мы должны уметь отличать удачно-неудачные слайды. Так и называется, кстати, презентация, которую можно посмотреть. Видеть применение основных принципов дизайна, то есть не только говорить, что этот слайд хороший, но и уметь объяснить, почему себе и другому человеку. И для того, чтобы коллекционировать какие-то интересные решения. Все это помогает делать вашу презентацию в плане дизайна лучше, понятнее и эффективнее. И это, конечно, не быстрое дело. Если в течение трех дней вы посмотрите 300 презентаций, это не значит, что на четвертый день вы сделаете свою презентацию великолепно. Это как раз планомерная, неспешная работа. Поэтому упражнения на насмотренность включать лучше в работу регулярно. Даже просто показывая какие-то примеры, можно вот так вот ненароком спрашивать, что вы думаете про дизайн, а что вы думаете про, например, тот шрифт, который выбрал автор. То есть раз включать упражнения на насмотренность постепенно во все свои учебные материалы. В чате пишут, что если изменяется целевая аудитория или цель презентации, то, соответственно, должен изменяться и текст на слайде. Как один комплект из 15 карточек может соответствовать разным целям и аудиториям? Дело в том, что в любом случае карточки — это условность, это же не полный рассказ. Мы пишем либо тезис, либо развернутый текст, который будет вот так вот на слайде показан. И да, меняя цель, меняя аудиторию, вы потом будете простраивать совершенно другие связки. Другой порядок слайдов будет строить совершенно другую историю. Это может быть история успеха или, наоборот, история какой-то неудачи. Так вот сложно в рамках дистанционного показать, рассказать, как идет именно сама работа с карточками, как их перемена может влиять на рассказ. Но в курсе я бы на этом остановлюсь более подробно, и мы пробуем по-разному перестроить и по-разному поговорить. То есть на самом деле надо держать в голове, что карточки — это условность, и все равно автор презентации сам выстраивает рассказ, на них только опираясь. Это не текст, это опорный конспект. И к тому же я тоже уже упомянула о том, что мой комплект карточек, он построен на конкретном человеке, а с конкретным человеком вот так вот проще работать. Ты представляешь его работодателю, ты представляешь его своей бабушке, ты представляешь его своим подружкам, как молодого человека. То есть в этом плане, вот действительно с карточками, посвященными одному человеку, работать на самом деле проще. Давайте посмотрим несколько упражнений, которые помогут развить насмотренность. Я расположила их в том порядке, по моему мнению, от более простых к более сложным, но это вот чисто мой субъективный взгляд на эти упражнения. Первое, которое я предлагаю, это выбрать один слайд для добавления в коллекцию. Из трех или из пяти вариантов. Когда мы даем два варианта, они сравниваются друг с другом. Когда мы даем больше пяти вариантов, сейчас на слайде шесть, это уже несколько сложновато понять, какие лучше подходят. Три, четыре или пять вариантов. Выбрать какой-то из них и добавить в свою коллекцию. По какому принципу мы добавляем? Это хороший пример, он визуально приятный. Это тот слайд, который мы можем использовать в дальнейшем. Это то, что я смогу повторить в PowerPoint своими руками. То есть по тем или иным критериям ученик отбирает слайд, который он хотел бы добавить в свою коллекцию. Полноценную коллекцию удачных и неудачных примеров слайдов вашим ученикам, скорее всего, нет смысла держать. Это больше для нас, для педагогов, для того, чтобы мы могли видеть какие-то варианты, развивать свою насмотренность и по образцу делать свои презентации. Но тем не менее, вот такое упражнение в вашу коллекцию слайдов, какой именно из этих предлагает добавить ученик. Второй с творцовой площадью. Последний. Здесь очень многое зависит от человека. И смотрите, опять же, не требуем, в этом упражнении мы не требуем сказать, почему. Мы не требуем обосновать, мы не требуем разобрать слайд по частям. Мы просим просто выбрать тот вариант, который ему нравится. Пока без проговаривания, без четкого обозначения критерий, человек уководствуется своим собственным вкусом. Второе упражнение, обратное ему. У меня в коллекции они лежат все, для того, чтобы как раз иметь возможность показать разные варианты. Мне больше для себя лично нравятся первый и третий вариант, но чаще, например, приходится использовать второй или шестой в презентациях. Здесь однозначного ответа быть не может. Это исключительно вопрос как раз субъективного ощущения. А вот теперь второе упражнение. Это задача обратная. Из уже готовой коллекции нужно выбрать один слайд, который подходит как образец для слайда какой-то из вашей презентации. Преподаватель свою личную коллекцию открывает ученикам или делает скриншот, показывает несколько примеров, подходящих к своему мнению, и говорит, вот сейчас у тебя на третьем слайде ты хочешь показать количество людей, которые заходят на новостные сайты с мобильного. Какой из этих примеров ты выбрал бы в качестве референса, в качестве образца для подражания. Тоже не стоит предлагать слишком много вариантов. Опять же, ограничиться рамками трех-пяти. Лучше скорее пяти, чем тремя вариантами. И точно так же мы спрашиваем, ученик выбираем. Опять не просим объяснить почему, не просим привести какие-то критерии, просто вот тот вариант, который ученик считает наиболее подходящим. В чем разница вот в этих двух упражнениях? В первом случае он смотрит абстрактно, смотрит с точки зрения нравится-не нравится, универсальный вариант, мне приятно видеть так. Во втором случае он подмысленно подставляет туда свои данные, свою информацию, и уже где-то у себя в голове визуализирует, а как моя информация, мой текст будет смотреться в этой структуре слайда. То есть вот эти два упражнения, которые очень хорошо применять в связке по очереди. Дальше. Третье, это не совсем упражнение, это скорее вот такая часть обучения, смотреть, как другой человек делает слайды. И в этом плане то, что нам показывают на Ютубе, вот эти вот ускоренные видео, то, как мышка бегает по экрану, и появляется что-то невероятно красивое, это не то, что нужно показывать. Нужно показывать именно то, как человек делает, как он выбирает, как он составляет структуру, обязательно с комментариями, почему именно так, а не по-другому, почему именно эти инструменты он применяет. То есть исключительно вот вариант комментированного видео, комментированного автором, либо пусть это будет ускоренное видео, но тогда комментирует преподаватель, либо сам преподаватель садится, открывает программу, начинает в ней работать и попутно объясняет. Ну, последний вариант, наверное, самый сложный. Мало кто может одновременно делать, думать, говорить и отвечать на вопросы. Это действительно очень сложная задача. Хорошо посмотреть видео, где презентации или слайды создаются с нуля, и видео, где делается редизайн каких-то вот неудачных слайдов, редизайн каких-то старых презентаций. Вот это тоже очень-очень хорошо развивает. Опять же, смотрите, мы вот в этом монете от учеников не требуем самостоятельности. Мы пока им еще что-то показываем, пока еще что-то объясняем. Это пока еще вот не практика, а подготовка к ней. А вот следующее упражнение, это уже упражнение практическое. Мы показываем какой-то слайд или какой-то просто пример дизайна и просим найти в нем ошибки. Мы не говорим, ответьте, есть здесь ошибки или нет. Опять же, мы задачу упрощаем ученикам. В этом примере есть ошибки дизайна. Найдите их, пожалуйста. Ученики рассматривают. Они пытаются понять, в какой области могут быть ошибки. Что режет им глаз, да, что может являться каким-то дизайнерским приемом, а что действительно является каким-то неудачным решением. Если вы нашли ошибку на этом примере, можете тоже написать не в чат. Что происходит в данном случае? В данном случае ваши ученики будут применить на практике знания принципов дизайна. Вы, например, показали пример, попросили найти ошибку. Это первый этап, когда мы просим выполнить практическое упражнение, а пока еще ничего не объясняя. Вместе с тем, как ученики предложили некоторые свои варианты, вы даете им не то, что теорию, а даете им некоторую подсказку. Например, то, что на слайде должны быть элементы сгруппированы, выровнены, что должен быть контраст, что должно быть какое-то единопразие через всю презентацию по использованию шрифтов, по использованию цветов, по использованию каких-то декоративных элементов. И после этого просите выполнить упражнение еще раз. Если ошибка не найдена, то на этом же самом примере, в данном случае ошибка в цвете, зеленый на кнопках и зеленый на цвет текста несколько отличаются. А если ошибка была найдена, то даете несколько других примеров и просите повторить это упражнение, указать на то, что автор сделал неправильно. Дальше следующее практическое упражнение это уже обоснование. То есть если там мы искали ошибки, то здесь нужно обосновать, почему один вариант лучше другого. Мы вот это делали с вами на вебинаре по насмотренности. Мы показываем в данном случае два варианта. Два варианта между собой всегда намного проще сравнивать, чем три варианта. Поэтому показываем два слайда и спрашиваем, какой лучше, какой хуже. Да, Игорь, цвет может быть цветом корпорации, но обратите внимание, здесь два разных цвета. В корпорации не может быть, да, в данном случае два разных оттенка зеленого. Поэтому ошибка либо в цвете текста, либо ошибка в цвете кнопок. И здесь вы уже можете предложить какой-то алгоритм, какие-то критерии. Например, давайте мы сравним теперь эти слайды с точки зрения выбора картинок. А давайте мы сравним эти слайды с точки зрения подбора шрифта. Давайте сравним эти слайды с точки зрения подбора цвета. То есть теперь уже у нас идет некоторое обоснование, и вы можете выдать какой-то алгоритм, выдать какую-то подсказку, по которой ученики будут действовать. Это уже более такое глубокое изучение принципов дизайна и понимание как раз развития насмотренности, что хорошо, а что не очень удачно. И, наконец, еще одно практическое упражнение это сделать слайд по образцу. Среди вам увидите тот пример, который я довольно часто показываю на презентациях. Мне, в принципе, нравится этот слайд, и поскольку он мне нравится, я могу сделать его версию уже со своим контентом. Я сохраняю расположение элементов, я сохраняю принцип подсвечивания тех или иных иконок, примерно сохраняя тот объем текста, который есть на слайде, уже добавляю туда внутрь свой собственный контент. Это очень хорошее упражнение. Когда ученик смотрит просто на слайд и говорит, вот это вот подходящее образец, для того, чтобы я его повторил, этого явно недостаточно. Нужно взять руками и попробовать, потому что, ну, вот вроде бы и сделал, посмотрел, вроде бы похоже, но нет, не то. Поставил вот так вот рядом, да, сейчас я вижу, что на варианте слева текст заголовка лучше читается, а у меня расстояние между буквами, между строчками больше. У меня где-то вот это вот ужато, надо подправить. Вот вроде бы смотрится хорошо, но что-то я забыла, ага, упустила какие-то элементы, я это делаю. Сейчас серый цвет более светлый, чем у автора презентации слева. Оставить такой, как у меня, или сделать так, как у него? Какой вариант будет лучше? То есть это очень активное применение на практике, и копирование, и понимание принципов дизайна, и сравнение, и насмотренности. То есть вот это вот упражнение, с моей точки зрения, самое сложное, самое, может быть, даже долгое по времени выполнение, но в то же время самое полезное. Нет смысла полностью оформлять свою учебную презентацию по чужому образцу, но сделать копию какого-то слайда и наполнить своим контентом, повторить это еще несколько раз для других презентаций, и для других дизайнов, это очень и очень полезно. Хочу поделиться несколькими ссылками на теоретические материалы и на удобные сервисы, которые помогут развить насмотренность и вам, и вы можете предложить их в качестве тренажера вашим ученикам. Первая ссылка – это Can't.uc, тренажер по UX-дизайну, по интерфейсам сайта. Он на английском языке, нужно сравнить два варианта и отметить галочкой тот, который, по вашему мнению, лучше. После этого появляется правильный ответ, то есть можно сразу почитать, посмотреть, ошиблись ли это или нет, и постепенно сложность задач нарастает. Если сначала сразу видны ошибки, то чем дальше, тем, например, мне сложнее выбрать правильный ответ. Второй тренажер – это тренажер Максима Ильяхова, и он касается верстки и оформления текста. То есть то же самое, но относительно текста. Какой шерифт, какое расстояние между строчками, нужны ли отступы, что такое керлингинтерияж, как правильно выбрать шрифт. Вот все вот это вот в виде тренажера. Приводится два варианта текста, они незначительно отличаются, но один лучше другого. Точно так же нужно отметить правильный вариант. Третья ссылка – это статья Ильи Бирмана. Это его принцип «Почти, но не совсем» про ошибки в дизайне, когда вроде бы и все хорошо, но что-то немножко не так, что-то режет клап. Показывает очень много примеров и объясняет, как надо было сделать правильно. И, наконец, последняя ссылка – это в Телеграме, блог студии «Метаформа», который занимается дизайном презентации. У них не только полезные советы и какие-то интересные материалы, но и очень много примеров хороших презентаций, то, из чего вы можете собрать свою коллекцию или как раз выбрать тот слайд, который предложите своим ученикам как пример для подражания. С этим вы вроде бы разобрались. Если есть какие-то вопросы, пишите их в чат или предлагайте свои упражнения на тренировку насмотренности. А я перейду к третьей учебной задаче. Это, собственно, подготовка к публичному выступлению. Мы продумали, о чем мы будем говорить, в каком порядке. Мы набросали раскадровку нашей презентации. Мы сделали дизайн сайта, применив все свои навыки, которые имели на настоящий момент. Теперь мы готовимся к публичному выступлению. И вообще по публичному выступлению, по подготовке спикера есть очень-очень много материалов. Мы пробовали варианты, когда опытный человек рассказывает о том, как готовиться, о том, как репетировать, о том, какие упражнения на дыхание, на жесты стоит выполнять. И просили в этот момент конспектировать, записывать тезис для того, чтобы лучше запомнить эту информацию и затем ее применить. Но, к сожалению, что и как бы мы ни показывали, ни рассказывали, какие бы мы интересные варианты ни подсматривали у других авторов, теория остается теорией. И то, что человек знает, знает, как правильно выступать, знает, какие упражнения делать, это совсем не значит то, что он сделает это на практике, то, что он с этим справится. И поэтому для отработки навыков публичного выступления, для того, чтобы отрепетировать речь, а репетициями на самом деле очень многие пренебрегают. Да, вроде бы все понятно, ничего сложного нет, я написал, я прочитал, я выучил, и сейчас секундомером в руках это нужно проговорить. Но нет, многие считают, что если я это знаю, если у меня есть это в голове, то это в нужный момент будет у меня и в речи, и в руках, и во взгляде на аудиторию. Нужно научиться вести себя с аудиторией, люди бывают разные, и ваше выступление они слушают тоже совершенно по-разному, и, конечно, нужно подготовиться к импровизации. Из всех практических упражнений лучше всего для этого подходит ролевая коммуникативная игра. И здесь нужно понимать, что тот человек, который выступает, да, тот единственный человек, который находится в роли главного героя, ему можно отдать роль какого-то конкретного человека. Выступи так, как выступала бы твоя подруга Маша. Выступи так, как выступал директор кухонной международной корпорации. Выступи так, как выступал бы хор маленьких детей на утреннике в детском саду. Кроме вот этого главного героя, есть остальная аудитория. И в такой налево-коммуникативной игре она не должна быть массовкой. У нее тоже должны быть свои роли. Она тоже должна быть так или иначе активна. Во-первых, это помогает сделать других людей активными, а не пассивными слушателями, потому что если один репетирует, остальные начинают скучать, а тут они вроде бы тоже отыгрывают свои роли. Во-вторых, помогает отыграть различные ситуации, учебные ситуации, когда аудитория полностью тебя не слушает, в ситуации, когда аудитория задает слишком много вопросов или сразу настроена враждебно. И, наконец, это помогает тем, кто отыгрывает роль в аудитории в более безопасном пространстве, потом легче перейти на позицию главного героя и стать уже спикером. То есть здесь, когда вы готовите такое упражнение, нужно его продумывать вот и с точки зрения вашей аудитории. Как это может выглядеть на практике? Первый подход к этому упражнению – это предложить вашим ученикам готовый текст. Опять же, какой-то реальный пример, что-то максимально приближенное к жизни, но текст уже будет готов. Когда мы, опять же, готовим к выступлению, я уже упоминала, что мы не читаем свисточка, но вот для такой ролевой игры можно уже предложить текст и попросить его зачитать перед аудиторией. Внутри самого текста. Если вы сейчас читаете то, что написано на экране, если вы отнеслись к этому внимательно, а не просто «да, я сейчас встану и начну это озвучивать», вы увидите, что кое-где сделаны пометки по паузе, по интонации, по вопросам, которые нужно задать аудитории. Это мне сразу напоминает анекдот про Чапаева, когда он читает речь с листочка о охахах. Опять же, как говорит, не переверни, мы здесь играли в крестики-нолики. И вот здесь точно так же человек, который просто читает, который не приближал глазами, который не подумал перед выступлением, как именно он будет это произносить, он на эти ремарки, конечно же, попадется и обязательно о них споткнется. И в данном случае мы показываем, что текст – это не тот скрипт, который нужно отчитать механически, как роботу. Текст – это что-то живое, к чему нужно готовиться, читать, отмечать свою информацию, думать, как он будет произнесен. Во-вторых, опять же, если вы внимательно посмотрели то, что я показываю сейчас на экране, вы увидите, что в какой-то момент очень увлекательный художественный текст про автокудранаторы переходит в рассказ о творчестве Пушкина. И вот такие ловушки тоже хорошо в вашем практическом упражнении расставить заранее. Это, опять же, покажет, что, во-первых, не нужно относиться, вот просто первый раз вижу текст и сразу читаю, что презентация любого выступления требует подготовки. Это научит искать глазами в тексте ключевые слова и также сразу внесет этот элемент неожиданности, элемент импровизации, когда ты оказываешься в такой ситуации, потерялся третий листочек или вместо третьего листочка кто-то подложил совершенно другой текст и что читать дальше, я не знаю. То есть вот это вот упражнение, оно покажет вашим ученикам их слабые места. Оно не для того, чтобы навык отработать, а как раз для того, чтобы сбить вот этот вот негатив. Да зачем мне готовиться? Да зачем? Я вот сейчас выйду и все расскажу. Пожалуйста, вот тебе тема, вот тебе текст, пробуй. И действительно очень хорошо снимает вот этот вот негатив перед подростками особенно. Следующее упражнение, которое можно попробовать сделать, это как раз упражнение на работу с аудиторией. Спикер готовится самостоятельно, либо по тому сценарию, который ему предложили, а тем временем аудитории несколько человек получают свои роли. Какие роли здесь могут быть? Должна быть роль человека, который одобряет. То есть человек, который сидит с позитивным выражением лица и вот так еще и слегка кивает на слова спикера. Должна быть человек, который откровенно относится к этому неодобрительно. Человек, который скучает. Человек, который пытается перебить и выкликнуть вопросы из зала. Человек, который, наоборот, слишком активно радуется, веселится, размахивает руками. Человек, который сидит в телефоне. Человек, который начинает общаться с соседом. То есть несколько положительных родителей, несколько ролей отрицательных, можно их вот таким вот образом менять. Кстати, вы тоже можете на карточках заготовить такие роли заработки и предложить вот жеребенка, вытащить, а кого ты отыгрываешь сегодня. И на такой практике мы опять же смотрим, а умеет ли наш выступающий реагировать на аудиторию? Понимает ли он, что нужно держать зрительный контакт с человеком, который настроен положительно, а не смотреть на того, кто относится к вашему выступлению, явно отрицательно? Понимает ли он, как реагировать на выкрики из зала? Как в тот момент, когда аудитория начинает скучать и отвлекаться, поддержать и захватить их интерес? Проигрываем вот эту вот ситуацию с разными ролями зрителей, слушателей, и затем ее разбираем. А как нужно было сделать? Меняем роли и прогоняем этого же спикера еще раз. Опять же, объяснили теорию и повторили то же самое упражнение, но теперь у человека будут новые знания. Следующее практическое упражнение это отыгрыш роли уже со стороны самого спикера. То есть в предыдущем у нас выступающий был сам собой, мы раздавали роли аудитории. Теперь мы поступаем наоборот, либо совмещаем два варианта, но самое главное, чтобы спикер тоже находился в какой-то роли. Вот у нас в комплекте сделано медиабукс на процентов 30. Тренинг заканчивается тем, что нужно продемонстрировать свой проект, рассказать о нем, показать о нем какую-то презентацию. И каждый раз мы это делаем по-разному. Где-то мы выступаем в формате, что вот сейчас мы в прямом эфире разговариваем с человеком, с которым мы сделали что-то интересное. Где-то мы выступаем перед фондом, перед грантодателями и защищаем с точки зрения денег. Где-то мы презентуем проект, но в последний момент, перед тем, как выйти на сцену, условия меняются, и вот тут вот неожиданно оказываются другие вводные данные, и нужно ученикам перестроиться. То есть, опять же, одно и то же практическое упражнение на презентацию готового проекта мы проигрываем несколько раз, меняя роли, меняя ситуации. И я обычно стараюсь составить список из трех-пяти вопросов, которые заранее прописаны и которые задаю в конце презентации или прошу кого-то в зале задать в конце презентации. Те вопросы, которые позволят взглянуть на тему совершенно по-другому. А выступающие получают определенную, в зависимости от темы тренинга, от темы занятия, от того, что именно они отрабатывали. Ну, для меня это вот чаще всего роль журналиста, роль редактора, роль грандодателя, роль постороннего абсолютно человека. То есть вот так или иначе, стараюсь поменять. Вы можете придумать свои собственные роли в зависимости от ваших учебных целей. Но, опять же, опять обращаю внимание, все должно быть приближено к реальности. Нет смысла отыгрывать роль арабского шейха, который рассказывает о своем золотом дворце в Дубае. Нет, это все оторвано, это совсем не нужно. Отыграть роль своего коллеги, отыграть роль человека, который работает в совершенно другой сфере, отыграть роль скептика и всегда сомневающегося человека, отыграть роль наоборот восторженного поклонника и почитателя. То есть что-то, опять же, максимально приближенное. Притонец, последнее, четвертое упражнение, практическое упражнение на подготовку к выступлению, это упражнение на импровизацию. Мы уже показали, какие могут быть ситуации, как может быть нестандартно реагировать публика, как по-разному могут меняться вводные данные. Вот прямо сейчас, прямо здесь перед презентацией я с этим часто сталкивалась, когда еще ездил на молодежный форум, и тебе нужно защищать свой проект на грант. И тут неожиданно говорят, что это будет в другой аудитории, перед другими людьми. Время сократили, а микрофон совсем сломался, и нужно очень быстро перестроиться. И вот это упражнение построено, опять же, на лично практическом опыте. Мы просим главного героя, нашего выступающего, выйти и рассказать хорошо знакомый мультим в течение 1-2 минут. Тут очень важно, конечно, засечь время. То есть сразу договоримся, 2 минуты ты рассказываешь про киберспорт, все, что ты знаешь, игры, какие тебе нравятся, люди, за которыми ты следишь. И вот в это время твоего рассказа, через, например, каждые 30 секунд, мы поднимаем карточку, на которой написана ситуация, которая происходит прямо сейчас, либо вопрос, который идет тебе из зала. Прямо сейчас вот ты рассказываешь, ты стоишь перед публикой, у тебя все отлично, ты прекрасно говоришь, очень выразительно жестикулируешь, публика вся в внимании, и тут проходит мимо кто-то и толкает, и разливает на тебя стаканчик кофе. Как по-быстрому нужно отреагировать? Что ты будешь делать, если кто-то из зрителей попросит передать привет маме в прямом эфире? Ты не можешь оказаться, достаться к этому равнодушным. Мы это уже попробовали в предыдущих упражнениях, и ты понял, что на аудитории нужно своевременно и правильно реагировать. Как ты, человек, который выступает перед публикой, отреагируешь, выйдешь из ситуации, ответишь на какой-то заданный тебе вопрос. Вот такие вот упражнения на импровизацию очень и очень хороши. Лучше заранее не давать возможности подсчитать эти карточки, подсчитать вот эти подсказки. Должно быть для спикера по-настоящему вот это вот неожиданностью, но можно одному и тому же человеку вызвать на сцену, вызвать в песке несколько раз и попробовать проиграть эту ситуацию. Когда человек понимает, уже пробует на практике быстро отреагировать на очередную ситуацию, он начинает к своему выступлению готовиться. То есть вот я, когда это упражнение проигрывать с подростками, я прямо вижу, что сначала они такой шапкозагидательском трене, сейчас я выйду, все расскажу, все будет прекрасно, я же миллион раз это делаю. Когда третий или четвертый человек натыкается вот на эту ситуацию, остальные, я вижу, что они задумываются, они начинают там что-то прикидывать, что-то, может быть, набрасывать в плане своего выступления или просто вот даже вот губами шевелить, явно проговаривая про себя, как бы они поступили в данной ситуации. Иногда доходит до того, что они просят сами придумывать какие-то ситуации и подкидывать их своим вот одноклассникам, своим одноклассникам. Очень на самом деле интересное упражнение, несмотря на его простоту, очень-очень эффективное. Как реагировать правильно? Быстро, корректно и адекватно ситуации. Если это вот как вот эти карточки из тренинга по онлайн-трансляциям, по онлайн-трансляциям, например, действительно с гиберспективного турнира, там один вариант реакции. Если это ситуация выступления защиты докторской работы, это совсем другая ситуация. Главное, что мы показываем в этом случае, что ситуации могут быть разными, что нужно быть к ним готовыми, что нужно заранее, может быть, заготовить несколько вежливых и в меру смешных ответов, что нужно заранее какие-то вот моменты продумать. То есть, опять же, подготовка включает в себя не только создание презентации, написание текста, учебу его наизусть и репетицию жестов, там, интонации, тембра. Кроме этого, подготовка к выступлению включает в себя как раз и вот моменты реакции на неожиданной ситуации. Есть этикет, в том числе и корпоративное общение, отдел кадров этим занимается. Если это маркетинговое выступление, если вы перед партнерами говорите о каком-то проекте, да, конечно, тут проще, потому что есть определенные правила. А если вы ученик, который оказался в такой ситуации и про этикет еще не знает, для вас это сложно. И вот вы этого человека выводите, ставите его в такую ситуацию, просите поимпровизировать, а затем говорите, все прекрасно, да, но у нас есть, вот, пожалуйста, корпоративный этикет общения. Смотрите, вот в этой ситуации можно было отреагировать так, в этой ситуации вот так. Все на самом деле проще, потому что мы за вас заранее продумали. А теперь давайте повторим еще раз, теперь, когда у вас есть эти новые знания. То есть вот это как раз та самая ситуация, когда вы сначала бросаете человека самостоятельно в практическое упражнение, потом даете ему обратную связь, вспомогаете, подсказываете, вы даете какие-то материалы, которые есть у вас и просите это упражнение повторить. Здесь только не забывайте, что вот в этом моменте нужно создать безопасное пространство. Не высмеивать человека, не указывать ему на ошибки резко, а показать, что вот то, что происходит здесь и сейчас, оно здесь и сейчас и останется. Что это вот безопасное пространство именно для того, чтобы научиться, а не для того, чтобы показать, что ты в чем-то ошибаешься. Еще раз повторю вот эту вот схему, по которой я обычно провожу практически упражнения. Это сначала даю попробовать, затем объясняю, повторяем упражнение уже с новыми знаниями, то есть то же самое упражнение, ничего не меняем в упражнении, люди должны понимать, что правила игры не изменились, а изменились только их знания, добавилось что-то новое в их голову. После этого мы работаем самостоятельно по тем задачам, которые стоят перед вашими учениками и даем обратную связь. Если вы собираетесь учить школьников-студентов, составлять структуру презентации, то заготовьте заранее несколько вот модулей, несколько текстовых карточек или вот просто кусочков текста, которые попросите учеников соединить в единое целое. Можете добавить задачу по выбору подходящих модулей, либо просто подумать над порядком. Если нам нужно научить слайды оформлять, то заготовьте достаточно много примеров, выберите среди них пары вот таких более-менее похожих и предлагайте выбирать из них тот, который нравится больше и обосновывать свой выбор. Для обоснования лучше приготовить какой-то алгоритм, по которому человек может пройтись, а не импровизировать, а не придумывать из головы, почему этот слайд лучше. Если вы помогаете готовиться к публичному выступлению, то нужно многократно проиграть вот эту вот речь, вот этот вот текст в разных ролях и разных ситуациях, меняя роли выступающего, роли аудитории и ситуации, то, что происходит вокруг самого спикера. В том или ином виде мы эти упражнения будем делать на курсе про основу учебной презентации, которая стартует 15 марта. Я тоже очень жду его начала, перебирая материалы и думаю, что нового я могу добавить в этот четвертый поток. Уже многие упражнения, многие методики мы на этом курсе опробовали, отработали и признали их достаточно эффективными, но мне всегда хочется еще немножко расширить материал, еще что-то показать, еще что-то рассказать, и мне уже понемножку становится тесновато в рамках восьми вебинаров и 72 академических учебных часов. Тем не менее, я приглашаю на этот курс. А если остались какие-то вопросы по тому, как обучать, делать хорошие, интересные презентации, вы можете задать их мне в чате, я обязательно отвечу, я буду оставаться здесь. И пока передаю слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как можно получить сертификат.